Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Готовимся к выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. На территории Лицкого избирательного округа номер 55 зарегистрированы пять инициативных групп по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты. Сейчас пять инициативных групп имеют право до 1 августа 2016 года осуществлять сбор подписей. Перевыполнили план, справившись раньше срока. На торфабрикетном заводе Дитва первыми в республике закончили добычу торфа. В этом году заранее были заготовлены в достаточном количестве дизельное топливо, сформированы коллективы в участках. Вступительная кампания в высшее учебное заведение в самом разгаре. Свои силы пробуют также и абитуренты из Лиды. Я все-таки верю в свою мечту. Я думаю, что у меня есть возможность. И я думаю, что мечты сбываются. Магическая сила огня и воды. Праздник Купалье масштабно отметили по всей стране. Присоединились к празднику Ильичане. Мы, святую же это свято, стараемся сделать все самобытные, вы же и наши в прошлом. А сейчас об этих и других темах подробнее. 11 сентября состоятся выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва. На минувшей неделе завершился прием заявок от инициативных групп граждан по сбору подписей в поддержку того или иного кандидата в депутаты. Всего в Гродненской области окружными избирательными комиссиями зарегистрированы 28 инициативных групп. Из них 5 на территории Лидского избирательного округа номер 55. В Лидском избирательном округе номер 55 было направлено 5 заявлений. Все они были удовлетворены. Поэтому сейчас 5 инициативных групп имеют право до 1 августа 2016 года осуществлять сбор подписей у граждан, проживающих непосредственно на территории Лидского округа. Номер 55. Что касается границ, вы в принципе всегда можете ознакомиться с решением Лидского районного исполнительного комитета об определении данных границ. Они находятся на сайте Лидского исполнительного комитета в определенной вкладке «Выбор 2016». До 1 августа имеют право подать уже как потенциальные кандидаты свои пакеты документов, как путем сбора подписей, подписные листы, а также дополнительный пакет документов, в принципе, которые имеются на стенде комиссии. Также путем выдвижения от трудового коллектива, расположенного, юридический адрес, который расположен на территории округа, либо же партиями. Напомню, это все полный пакет документов представляется до 1 августа 2016 года. В дальнейшем комиссия будет анализировать пакет документов и будет осуществляться регистрация, либо отказ от регистрации кандидатов. По сложившейся традиции, в субботу у личан была возможность решить проблему одним звонком. Обращение на прямую телефонную линию, которую провел заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пронюк, было 14. Два из них касались капитального ремонта домов и ответы были сразу получены. Так, окончить ремонт дома номер 2, корпус 2 по улице Набережной планируется до отопительного сезона, а ремонт дома номер 18 по улице Фрунзе планируется начать в 2017 году. Традиционно волнуют личан вопросы трудоустройства, улучшения жилищных условий и приватизации. Звучала во время прямой телефонной линии благодарность в адрес работников жилищно-коммунального хозяйства, которые установили искусственное препятствие в одном из дворов по улице Машерова. Таким образом решилась проблема парковки автомобилей на зеленой зоне. Сразу четыре обращения касались состояния дорог. Звонила жительница с улицы Носкова, где был произведен ремонт ямочной силами ЖКХ дороги до моста. Далее территория идет, которую арендуют частные предприниматели, и в гаражи, которые расположены на этой улице, заезжает большегрузный автомобиль. Естественно, дорога приходит в негодность, потому что она дальше, продолжение ее является грунтовой дорогой. После обильных дождей грузовые автомобили привели ее в беспорядок. Хочу отметить, что с сезоном дождей связано, конечно же, изменение поверхности грунтовых дорог в сельской местности. Так обратились жители города Лиды, которые используют дома в деревне Мотевичи под дачные участки. Жаловались на состояние гравийной дороги в районе деревни Мотевич. Также были обращения из деревни Новоселки по улице Центральная. Часть дороги, которую грядировали раньше, снова пришла в негодность, потому что достаточно низкое место, и скапливается большое количество влаги, и образуются лужи. Поэтому силами сельского совета и обслуживающей организации будет изучен вопрос, если необходима подсыпка, данная дорога будет исправлена. Вопрос состояния дороги Белеца-Селец, Селец-Гончары, рассматривался буквально недавно. Силами дорожных организаций, за которыми закреплены эти дороги, в сезон благоприятный для строительных работ, будет проведено грядирование и подсыпка этих дорог. Хочу сказать, что график грядирования сельских дорог выполняется не менее одного раза в месяц. Особое внимание будем уделять этим дорогам в августе месяце, для того, чтобы к 1 сентября школьные автобусы возили детей по ровным и безопасным дорогам. Прямые телефонные линии по всей Беларуси будут работать и на этой неделе. В субботу в Лиде обращения граждан будет принимать заместитель председателя райисполкома Ярослав Миковоз. Телефон 52-42-43. Он будет включен с 9 утра и до полудня. О кадровых назначениях в регионе. На должность главного врача учреждения здравоохранения Лицкая центральная районная больница назначен Вадим Трубчик. До этого он в 6 лет работал заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения района учреждения здравоохранения Кобринская центральная районная больница. Продолжаем выпуск. На торфяных месторождениях сейчас по-настоящему жарко. В самом разгаре короткий сезон добычи этого полезного ископаемого. Более 125 тысяч тонн торфа из недр земли извлекли работники торфабрикетного завода Дитва. А это на четверть превышает показатели, предусмотренные планом. Предприятие первым по объединению Белтопгаз выполнило сезонное задание по добыче торфа. О том, как коллективу завода удается всегда быть в числе передовых и какой путь проходит торф, прежде чем превратиться в килоджоули энергии, расскажет Наталья Волкановская. В моих руках не просто черный кирпичик. Торфяной брикет – ценный источник тепла и света. По сравнению с дровами он горит вдвое дольше и тепла дает в 4 раза больше. Именно такие уже 40 лет производят на Дитвянском торфабрикетном заводе. Получение торфяных брикетов – основное направление производственной деятельности предприятия. Чтобы обеспечить бесперебойную работу брикетного цеха, нужно сырье. А его Дитвянский торфабрикетный завод добывает сразу на двух торфяных месторождениях – в урочищах Диковина и Крупка, общей площадью свыше 500 гектаров брута. Сезон 2016 года начался на предприятии 17 мая и, по здешней традиции, до конца августа должен был завершиться. Поскольку процесс добычи торфа напрямую зависит от небесной канцелярии, которая, к слову, в этом сезоне была крайне благосклонна, теплые апреля-май позволили торфабрикетному заводу Дитва завершить добычу торфа почти на полтора месяца раньше. Старания коллектива тоже дали результат. План выполнен на 125%. В этом году заранее были заготовлены в достаточном количестве дизельное топливо, сформированы коллективы участков, своевременно отремонтирована техника, оборудование, площади для добычи, что, наверное, способствовало нашей успешной работе. Мы досрочно завершили сезонный план, то есть доведенное задание в 100 тысяч по состоянию на 30 июня предприятие добыло 125,2 тысячи тонн. По добыче торфа Дитвянский завод всегда был одним из передовых в отрасли, однако лидером по темпам работ среди организаций государственного производственного объединения «Белтопгаз», которых, к слову, более 20-ти стал впервые за многие годы. И в этом заслуга коллектива, уверено руководство предприятия. Михаил Воробьев на торфабрикетном заводе Дитва работает почти с самого его основания, а это без малого 40 лет. Говорит, потрудились на славу, однако самым горячим в прямом и переносном смысле был сезон добычи 78-го года. Тогда удалось добыть рекордный объем фрезерного торфа – 420 тысяч тонн. Работали по 16 часов, они которые даже оставались немножко в тракторе покемарит, и рано утром, еще, как говорится, ни свет ни зора начинали работать. Ну и, соответственно, как работали, так и получали. От диковины до завода почти два десятка километров сырье на производство доставляют по железной дороге. Чтобы вести добычу торфа на этом месторождении, потребовалось проложить 34 километра постоянных железнодорожных путей и 3,5 километра временных построить железнодорожные и автомобильные мосты. Есть сырье, есть и готовая продукция. В работу вступает брикетный цех. По плану в этом сезоне ему необходимо произвести 62 тысячи тонн брикета. Эта цифра меньше, чем в предыдущие годы. Спрос на брикет в последнее время снизился. И на то есть ряд причин. Связано это с несколькими причинами. Как газификация населенных пунктов, умирание сельского населения, теплые зимы, которые тоже дают свое знать. Ну и, наверное, отсутствие теплоисточников, котельных, которые используют фрезерный торф или же брикет. Вместе с тем предприятие не останавливается и продолжает добычу. Добыча торфа завершена. Теперь поля готовят к следующему сезону. Чистят картовые каналы, проводят замеры залежни и караванов, оценивают масштаб работы на следующий год. Техника перемещается в мастерские, где вплоть до марта будет ремонтироваться. Чтобы в 2017 году вновь выйти в поле. Высшее учебное заведение встречает абитуриентов. С 8 по 14 июля в Беларуси проводится вступительная кампания на обучение за счет средств бюджета. Всего в этом году на такой основе белорусские вузы планируют принять более 20 тысяч человек. И свыше 15 тысяч на платной основе. Большая часть лицких выпускников, а их в этом году 807, также собирается стать студентами высших учебных заведений. Среди них и выпускница 11-й школы Виктория Ковчик. О том, какую профессию выбрала девушка и чего достигла на пути к своей мечте, расскажет Анна Ятко. Сегодня прогуливаясь вблизи Лицкого районного отдела следственного комитета, только что окончившая школу Виктория Ковчик, представляет, как через 4 года войдет сюда полноправным специалистом. Мечта девушки стать следователем некоторым может показаться необычной. Но Виктория точно знает, что именно в этой профессии она сможет себя реализовать. На мой выбор, скорее всего, повлияли, с одной стороны, то, что большинство моих родственников служит в системе силовых структур, в частности, мой отец, который достиг звания подполковника. А с другой стороны, я водушлена историями о героических подвигах милиционеров, которые иногда ценой своей жизни боролись за справедливость. О профессии следователя Виктория знает не понаслышке. Ее родной дядя – полковник в управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области. Узнать о буднях специалиста Следственного комитета она смогла, и побывав в отделе. Здесь Виктория ознакомилась не только со спецификой работы управления, но и отметила для себя основные качества, которыми должен обладать настоящий следователь. Прежде всего, усидчивость, потому что человеку необходимо постоянно работать с документами. Аккуратность, должен быть аналитический образ и склад ума. Должно быть обощренное чувство справедливости, потому что следователь должен не только доказать виновность человека, но если человек не виновен, он должен оправдать этого человека, то есть установить истину. Посещение Лицкого районного отдела Следственного комитета только усилило желание Виктории работать именно здесь. Личанка уже получила целевое направление, которое является гарантом того, что первым местом работы Виктории станет именно Лицкий районный отдел Следственного комитета. В отделе проводится целенаправленная работа, профориентационная работа по подбору сотрудников для поступления на Следственный экспертный факультет Академии Министерства внутренних дел. В текущем году, начиная с прошлого года, было подобрано 15 кандидатов для поступления на Следственный экспертный факультет. Но с учетом того, что есть определенные требования, это прежде всего физическое состояние, здоровье, значит, определенные проходят эти люди тесты, прошло только четыре. Поэтому пытаться поступить на Следственный экспертный факультет от Лицкого нашего региона будут только четыре кандидата. Получать профессию следователя Виктория решила в Академии МВД Республики Беларусь. Чтобы поступить в это учебное заведение, ей необходимо было сдать централизованное тестирование по английскому и русскому языку. С этой задачей Виктория успешно справилась. По зарубежному языку она набрала 90 баллов, по русскому – 91. Третий предмет – обществоведение. Девушка сдала на 100 баллов еще в марте. Точнее, заняла второе место на Республиканской Олимпиаде по этому предмету, что приравнивается к высшей отметке на ЦТ. Занятия у нас не были, но если не ежедневные, то практически через день. А в канун таких напряженных моментов, накануне самой Олимпиады, то мы занимались даже по выходным. И это был не час, не два, иногда просиживали целый день по пять, по шесть часов. Вместе с тем я хочу сказать, что это не только работа вместе с педагогом, это на 50% это работа самого ученика, когда он самостоятельно дома выполняет то. И Вика в некоторых отраслях уже даже обществоведения, возможно, даже переросла меня и мои знания. Она уже знает больше, чем я. Но я горжусь, потому что хорош тот ученик, который перерос своего учителя. Не только по обществоведению Виктория добилась успехов в школе. Она была участницей учебных Олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Результат ее труда – золотая медаль и аттестат ценой в 100 баллов. В 11 классе Вика расцвела во всех своих талантах, можно сказать. Она стала активной участницей всех мероприятий в школе. Она участвовала не только в Олимпиаде по обществу, но и по истории. И тоже она заняла призовое место на районном этапе. Участвует Вика в разных правовых конкурсах. Так, например, Белорусский институт правоведения, филиал Гродно, проводил конкурс «Территория права». Это Олимпиада своеобразная по правовым знаниям. И благодаря Вике мы смогли сформировать команду школьную. Эта школьная команда заняла первое место, оказавшись победительницей в области и даже в республике. Потому что приезжали участвовать учащиеся из разных гимназий, лицеев, колледжей по правовым знаниям. Но наша команда оказалась самой сильной. И отчасти самым сильным звеном там была Вика. 381 балл. С таким багажом отправилась Виктория в Академию Министерства внутренних дел. К слову, это самый высокий показатель на сегодняшний день по ее специальности. Однако уверенности в том, что Литчанке все же достанется одной из десяти бюджетных мест в Академии МВД, нет. Так как основную конкуренцию выпускникам школ даже с такими баллами составляют выпускники кадетских училищ. На самом деле у меня очень мало шансов на поступление, так как вне конкурса идут выпускницы кадетских училищ, которые идут по среднему баллу аттестата. То есть мои достойные результаты ЦТ могут не иметь никакого значения. Но я все-таки верю в свою мечту. Я думаю, что у меня есть возможность. И я думаю, что мечты сбываются на самом деле. И свою учебу я представляю тем, что возможно во мне что-то изменится, что я стану сильнее духом. И что я буду способна бороться за справедливость по примеру своего отца. На случай, если все же Виктории Ковчик не удастся стать курсанткой Академии Министерства внутренних дел, у нее предусмотрен так называемый запасной вариант. Это юридический факультет БГУ. Интрига с поступлением разрешится 14 июля. Коля замка на Купалу. Районный праздник под таким названием отметили у стен Лидского замка в ночь с субботы на воскресенье. Традиция проходить очищение огнем и водой имеет давние языческие корни и со временем тесно переплелась с почитанием Иоанна Крестителя. Наверное, ни один праздник не связан с таким количеством романтических и завораживающих легенд и преданий. Пустить венок на воду, прыгнуть через костер и поискать цветок папоротника в этот вечер мог каждый желающий. К массовым гуляниям присоединилась и наш корреспондент Мария Крушевская. Повеселиться в ночь на Ивана Купалу пришли сотни горожан. Выступления артистов, мастер-классы по плетению венков, народные игровые площадки и частушечная. По размаху мероприятия даже и не скажешь, что в нашем городе отмечается оно только третий год. С каждым разом площадка возле замка привлекает и новых исполнителей, и горожан. Помимо фольклорных мотивов, это место заманивает посетителей живописными видами, тихим водоемом и особенной атмосферой древнего замка. Свято Купалле – это свято летнего солнцестояния, это самое поэтичное, самое лиричное, самое магичное, самое чудовное свято, вселепшие эпитеты. И мы, святкующие это свято, стараемся сперохчить все самобытные звычаи наших родков. Ну, уже понятно, что католики святуют 24 червяня, православные по их календару 7 червяня. До этого свято, вельми легкой, радостно ставятся люди. Но ни один праздник у Палия немыслим без его традиции. Это прыжки через костер, которые по преданию оберегают от злых духов и укрепляют здоровье, и поиск заветной папороть-кветки. Тому, кто найдет и сорвет цветок папоротника, считали древние покориться язык животных, птиц и растений. Он сможет открывать любые двери и видеть будущее. Традиционным символом праздника является и венок. Его можно было увидеть во время гуляний практически на каждой лечанке. Плести его тоже надо по определенной технологии. Но главное правило, чем пышнее венок, тем меньше неурядит произойдет в жизни его владелицы. Купальские веночки повинны рабиться с травами, которые на лузе растут. Альбос древа, с липы, с биорозы, с клену. И вот такие веночки, чем пушистейшие, тем у вас будет лучшее житье. Потом их пускают на воду и ворожат молодые девчата на этих веночках. Купляют веночки, раскупливают и стараются где пушистейшие брать, чтобы клеточек было более. К кульминацией праздника стали традиционные гадания. Особенно их ждут незамужние барышни, мечтающие о свадьбе. Для того, чтобы узнать, какой будет будущий избранник, на воду девушки пускали венки, сплетенные из трав и цветов и расшифровывали их маршрут. Если утонет венок, замуж в этом году не позовут. Не отплыл от берега, сужены где-то поблизости, а поплывет далеко, значит и жених будет с других краев. Не стало помехой для горожан и погода. Не повлиял дождь ни на яркий костер, ни на выступления коллективов и настроения горожан. А эта примета значит лишь, что следующее купалье при любой погоде будет еще более масштабным. И это были все новости на сегодня. Наша программа продолжается. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. Затем в эфир выйдет блок рекламы и программа «Полный дозор». Все наши материалы доступны на сайте tvdfisleda.by Увидимся завтра. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова